Петр Лебедев Петр Николаевич – пример великого таланта, родившегося и жившего в достатке, если не сказать более. Его отец вел свое доходное дело. И помимо того, он был доверенным крупной чайной фирме Боткиной. Сергей Боткин, знаменитый врач, и его позже канонизированный сын Евгений, они все принадлежали к этому роду. Когда у российских детишек в лучшем случае была деревянная лошадка-качалка, у маленького Пети был свой настоящий породистый скакон. Кто-то мечтал о маленьком парусном кораблике, у него была гоночная лодка. Ничего удивительного, что отец готовил сыну место в бизнесе. И определил он его в Петропавловское немецкое училище, на коммерческое отделение. Обучение велось на немецком, поэтому к 17 годам юноша говорил на нем как на родном. Отец полагал, что вот-вот сын присоединится к управлению семейным телом, но неожиданно для всех Петр твердо решил продолжать учебу. Его манила наука. Судя по дневникам, которые физик вел с детства, большое впечатление произвели на него опыт друга семьи, офицера Бекнева. За пределами казармы Бекнев увлекся электрическими экспериментами. И вот уже в зрелом возрасте в письме к этому другу Лебедев признается. До сих пор жив в памяти тот колоссальный переворот в моем мировоззрении, который вы произвели в вашей электрической машине. Наступил поворот на новую дорогу. В 18 лет преодолев возражения отца, Лебедев окончательно порвал с коммерцией и поступил в техническое училище. Там он почти сразу успел изобрести автоматический переключатель для электрической железной дороги. Пытался собрать собственный униполярный генератор, правда успеха не добился. И вот я мало-помалу от технических применений перешел к самим явлениям, перешел из техники в ученую сферу. Учебу Лебедев продолжил в германском Страсбурге. Здесь очень кстати пришлось знание немецкого. Лебедеву посчастливилось учиться у Августа Кунта, известного немецкого ученого. У него же в 25 лет от роду Лебедев получил степень доктора натуральной философии. А потом наконец вернулся на родину в Москву на место младшего преподавателя в университет. Возвращение на родину не было радостным. После Страсбургского университета, полного единомышленников-ученых, Москва показалась научной провинцией. Лебедеву выделили лабораторию в небольшом доме, которая отделялась от других помещений занавеской, а оборудование состояло из одного станка. Тем не менее он надолго остался здесь работать, завез новое оборудование. Параллельно, и в этом пожалуй не меньше его заслуга, Лебедев вместе с физиком Борисом Голицыным объединил всех заинтересованных ученых при обществе любителей естествознания. Благодаря нему в Москве сформировался своего рода клуб ученых и физиков. И вместе с тем он и сам ведет неустанную исследовательскую работу. Он собирает установку для генерирования и приема электромагнитного излучения. В конце 19 века он рассуждает о проблемах еще не появившейся квантовой физики. В частности, о межмолекулярном взаимодействии. Оно будет научно доказано только в середине 20 века. Ключевое для науки открытия Лебедева – доказательство давления света, экспериментально подтвержденное в 1899 году. Петр Николаевич много публикуется в России и Европе, везде добиваются признаний. Его трудами создана едва ли не первая школа физики в России. Однако примерно с 40 лет, еще юного для ученого возраста, Лебедев вынужден часто оставлять Москву. Он борется с тем же сердечным недугом, от которого умер его отец. Он ушел внезапно в расцвете сил, однако оставил после себя научную школу, из которой вырастет множество будущих советских ученых-светил. Редактор субтитров А.Семкин